Добрый вечер, Шавотов! Мы с вами договаривались в прошлое занятие, что сегодня мы начнём говорить про Рожешина. Я вижу, что в заглавии стоит комментарий к молитве. Поэтому будем комментировать молитву Рожешина, чтобы это было каким-то образом связано друг с другом. Те из вас, кто ходят в синагогу или просто слушают какие-то тфилот и сами молятся, знают, что, например, возьмём молитву Шабата или даже любого буднего дня, когда обычно молятся в литовских синагогах, так принято, что мы молимся Псукейда Зимра, Псалмы самостоятельно, каждый сам по себе, и, начиная примерно с Борху, начинается общая молитва, когда подключается весь Миньян. В будний день он подключается прямо, начиная с Иштабах. Шалех Цибур говорит громко в окончании Иштабах. А в Шабат мы начинаем с ещё одной строчки. В Рожешону мы начинаем с такого слова «гамелах». С этого момента выходит Шалех Цибур и начинает, даже ещё не выйдя, ещё сидя на своём месте до того, как он приходит к кому-то, он начинает петь на определённый нигун, на определённый мотив слово «гамелах». Те, кто со мной знаком, легко поймут, почему я не буду напевать сейчас этого слова, потому что есть какой-то рахманут, какой-то милосердие к тем, кто меня слышит, я, к сожалению, спеть не могу. Но, тем не менее, «гамелах» – это слово, с которым начинается авойда Рожешона, служба Рожешона, молитва Рожешона. «Мелах», «малхус». «Малхус» – это атрибут, который связан с Рожешаной. И когда мы молимся, молитва Мусофа, это просто надо знать, я с этого начну, потом мы перейдём к некоторым деталям Рожешаны, то молитва Мусофа Рожешаны построена, состоит из трёх вещей. Молитву Мусофа мы должны обязательно сделать три вставки. Первая вставка – это мы должны упомянуть Миццу от Рубления Шафар, Шафарот. Второе – «малхуйот», то, что Всевышний Царь. Третье – «азихронот», воспоминания обо всём, что с нами произошло. Тот, кто не сделал эти три вещи, он не выполнил, не молился молитву Мусофа. Это то, что мяк, то, что задерживает Филу. И когда мы молимся Мусофа, мы минимум, что должны сказать про каждую из этих вещей – три посока из Сторы, три посока из Навиим, три посока из Ктувим, три посока из Сторы, три предложения из Сторы, три предложения из Пророков и три предложения из Писаний относительно провозглашения Всевышнего Царём. Те же три предложения, другие, то есть три предложения, но тоже три предложения относительно «зихронот», «лескор», то, что у нас было, например, «вспомни то, что произошло с Ноохом» и так далее. И три предложения из Сторы, три предложения из Пророков, три предложения из Писаний относительно заповеди Шафара. Этим мы исполняем заповедь Мусофа, заповедь молитвы Рожешона. И при этом говорят наши мудрецы, что «сказал Всевышний, там лихо отец, провозгласите меня Мелохом в Рожешону, сделайте меня Царём Рожешону, обыма бешафар, чем шафар». Митва Рожешона, основная митва, которая есть в Рожешоне, это не Тфила, не молитва, это митва трубления в Шафар. Трубление в Шафар входит в порядок в седр Тфилот. Мы трубим в Шафар дважды в Рожешоне. Первый раз сразу после чтения Торы, и второй раз во время молитвы Мусоф по разным обычаям в разное время, либо прямо во время самой молитвы, когда мы заканчиваем седр молитвы Шафарот, Молхойот, Зихранот, воспоминаний, царства или шафаров, либо, так литовские обычаи, мы молимся до конца Мусоф, после этого во время того, как Шалек-Себур возвращается и повторяет молитву, в этот момент мы трубим в Шафар то, что три раза во время молитвы Мусофа. Митва травления в Шафар является единственной митвой, которая относится только к Рожешоне. Все митвы от Рожешоны, которые обычно стандартно даны, это стандартные заповеди, связанные с молитвой, с Йомтовым, что можно, что нельзя. Есть одна заповедь, которая присуща только Рожешана, Дегайну, а именно заповедь Шафар. Поэтому это заповедь, которую я хотел бы с вами сейчас более-менее обсудить. Начнём мы с такого вопроса. Вопрос, который, на первый взгляд, не имеет отношения к Шафару, на второй взгляд, увидим, что некоторые отношения косвенные, но имеют. Вопрос такой. Вопрос, который не я вам задаю, и даже не вы мне задаёте. Вопрос, который задал Амисраэль человеку по имени Нави пророк Нехамия. Не знаю, слышали вы такого, не слышали вы такого. Во время Вавилонского изгнания, которое длилось 70 лет, по истечении 70 лет два пророка, Эзра и Нехамия, возглавили отряд евреев, которые вышли из Бавеля, вернулись в Рецесровель и отстроили храм. После того, как храм был построен, Эзра и Нехамия возглавили всё это поколение. И вот к Нехамии пришли евреи после строительства храма и сказали, что через несколько времени, через несколько дней, на завтра, по-моему, Рожешана, Новый год. Скажи нам, Нехамия, Агнави, что мы должны делать в Новый год? Должны ли мы поститься в Рожешана? Рожешана – это Йома-один, день суда. Акодыш-барагу судит Амисраэль. Мы записываемся в книгу жизни или в книгу смерти. Акодыш-барагу лишает, будет у нас пара носа, пропитание или мы будем умирать от голода. Что надо делать в день, когда нас судят? В этот день надо лохзор быть шуа, возвращаться к шуе, раскаиваться, надо молиться, надо трубить шафар, надо поститься. Или же это Йомтов, это праздничный день, и в праздничный день мы не занимаемся постом, а мы таки празднуем, надеваем праздничные одежды, едим, пьём и так далее, и так далее. Нехамия Бенавиют в пророчестве получил пророчество, в котором было указано, что мы не должны поститься в этот день, мы должны в этот день таки праздновать Рожешан. Это хак, это праздник. И я сейчас оставлю в стороне, поскольку у меня нету 10 уроков до Рожешаны, то я оставлю в стороне выяснение, почему этот вопрос возник именно во временной Хамии, что они делали до этого. Вы пашту, с простой объяснением, чтобы какое-то объяснение у нас в голове было. А Мисраэль забыл за время Галута, как надо праздновать Рожешана. 70 лет Галута, за 70 лет забыли, как праздновать Рожешан. Евреи, которые находились в Советском Союзе, СНГ, Россию, Украину, Беларусь, легко могут понять, как за 70 лет можно было забыть не только, что такое Рожешана, но и что такое вообще заповедь. Все, что угодно мы могли забыть и успевали за это время. Максимум, что было в некоторых семьях, кушали мацу, и то, в общем-то, немножко бы дявит. Еще я знаю, что в Юмкипор некоторые ходили в синагогу, послушные исходы Юмкипора шафара. Были даже люди, которые постились в Юмкипор. На том, чтобы праздновать Рожешаны, к моменту, когда я начинал соблюдать миссвод, в общем, уже были единицы, которые остались это делать. Пшада пашут этого посука, что когда к Нехамии пришел им Исраиль, они действительно забыли, как правильно праздновать Рожешан. Прошло 70 лет, существенное количество времени. Но вопрос, который они задали, Лихойра, на первый взгляд, вопрос очень сильный и правильный вопрос. Я задам этот вопрос иначе для нас с вами. Почему мы празднуем Рожешану? Почему мы одеваем праздничные одежды? Чему мы, собственно, радуемся? Нас судят. Некоторые из нас могут задуматься над тем, что мы делали в течение года, и понять, что приговор, который нам могут вынести, он мог бы быть лучше, чем тот, который нам светит сегодня. Чему мы радуемся? Что мы празднуем? Это вопрос, который фактически был задан Нехами. И Нехамия ответил, что Афальпехен мы должны праздновать. Мы таки да, должны праздновать. Мы надеваем праздничные одежды. Мы не постимся. Мы хагигим от Рожешану, мы празднуем Рожешану. Вопрос, что мы празднуем? Если у кого-то есть какие-то идеи, то можете мне написать свои идеи коротко. Потому что единого времени нет. Если нет, то я не буду сейчас прямо отвечать на этот вопрос. Но постепенно мы подходим к ответу на этот вопрос. Итак, вопрос номер один. У вас есть время написать всё, что вы хотите на эту тему. Это вопрос, что мы празднуем в Рожешану? Откуда у нас такая уверенность в том, что мы можем его праздновать, а что нам не дадут в этот день по голове? Хотя нам в принципе обещано, что этот день будет достаточно... День суда. Достаточно суровый день. Чтобы немножечко пояснить свой вопрос, я приведу геморроэстрактата Брохос и Алоиде Зойра. Я чуть-чуть опоздал и не успел приготовить геморро, поэтому я не буду их зачитывать, буду их рассказывать. Наизусть как бы... По памяти наизусть я не могу рассказать, но по памяти я не зачитываю. Но поверьте мне, что это фактически написано в геморе. Во-первых, я обращусь к начале геморро Авоиде Зойра, ко второму дафу геморро Авоиде Зойра, который задает вопрос о том... Я не буду все вопросы приводить. Гемора говорит о том, что есть пасук. Ло камба Исраэль на Вике Маше. Не было в Израиле пророка, не встал в Израиле пророк, подобный Маше. Гемора обращает внимание на странность пасука. В Израиле не было пророка, подобного Маше. Медаекет Гемора делает дилг. Именно в Израиле не было. У народов мира был. То есть, все пророки, которые были в Израиле... А в Израиле было, знаете, примерно какое количество пророков? 1 миллион 200 тысяч пророков и 7 пророчеств было в Амисраиле. На протяжении тех лет, начиная с того момента, как Маше Рабейну и Амисраиль вышли из Египта, и до разрушения первого храма. Это примерно 800 лет. 750-800 лет существования пророчества. За это время в Амисраиле было 1 миллион 200 тысяч пророков и 7 пророчеств. И они пророчествовали в Амисраиле, и среди них не было никого подобного Маше. Среди народов мира был один пророк, и этот пророк Белам. Что нам известно про Белам? Когда Амисраиль подошли к государству, которое называлось Маав, то они попросили у мавитян пройти через их земли для того, чтобы войти в Алицесровье. Царь Маава, которого звали Балак, он отказался дать евреям пройти через это место, через свою страну, и сказал, что они выйдут войной на всех, кто пройдет. Одновременно он послал своих посланников к человеку по имени Белам. И они пришли к Беламу и попросили Белама пойти вместе с ними и проклясть Амисраиль. А для этого Балак обещает ему хорошо заплатить. Прилично, вполне хорошая заработная плата была. Белам ответил о том, что я завтра отвечу, могу я это сделать или нет. И на завтра утром он им отвечает, что он не может этого сделать. Балак шлет еще более высокопоставленных своих чиновников для того, чтобы пригласить Белама. Те снова задают тот же самый вопрос Белама. Опять говорит, что на завтра он отвечает Бекисур. На завтра он идет с ними вместе для того, чтобы проклясть Амисраиль, но предупреждает, что я могу сделать только то, что скажет Всевышний, то, что он скажет. Дословно это я повторю, ничего другого я повторять не буду. У меня есть целая лекция на тему того, что произошло с Беламом, но мы сейчас ее не будем затрагивать. Гемора обращает наше внимание на то, как Белам, обращаясь к Балаку, говорит «Слушай, Балак, сын Цепора, слова Белама, человека, который еде да от Ильон, человек, который знает знания Всевышнего». Спрашивает Гемора, да он свою ослицу не мог понять, он Всевышнего может понять. Ослица там его увидела Малаха, увидела Ангела, Белам не увидел того, что увидела ослица. Ослица испугалась, бросилась, зажала ногу Белама об один забор, потом о другой забор, потом еще раз об этот забор. Трижды она зажимала его ногу, потом Белам взял ее и начал бить. Когда Всевышний открыл уста ослицы, она с ним немножечко поговорила, сказала ему, и Медраж говорит о том, что уста ослицы были созданы накануне субботы, первой субботы, когда был создан мир. БВН Шамушот, Перкеавод говорит, что одна из вещей, которая была в это время создана, это была уста этой ослицы. Всевышний открыл эти уста, она ему что-то там сказала, сейчас не будем входить в детали. Белам ответил, поговорили, конструктивный диалог, очень хорошо, но Белам не видел того, чего видит ослица. Он видел знания Всевышнего, спрашивает Гемора. Отвечает Гемора, такую вещь. Здесь мне надо начать с предисловия, которое не написано в Геморе, но чуть позже мы вернемся к этой Геморе. Тора начинается словами, которые мы все знаем близко к тексту. Берешит, Бара, Элаким, Адешамаев, Эдарес. Вначале сотворил Элаким, небо и землю. Мы знаем, что все имена Всевышнего, которые употреблены в Торе, каждый из этих имен отражает какой-то атрибут Творца. Этих атрибутов я сейчас не буду перечислять все, но основные атрибуты – это мера бесконечного добра Всевышнего, мера стопроцентного суда Всевышнего, мера милосердия Всевышнего. Пока остановимся на этих трех основных мерах, из них вырастают все основные, а все остальные. Имя Элаким, пяти буквами на имя Творца, означает законы природы и означает атрибут суда. Другими словами, это предложение можно прочесть так. Вначале Всевышний творил мир атрибутом суда. Говорит Медраж, что как бы Медая, так действительно и было. Всевышний хотел, чтобы мир был сотворен атрибутом суда. Но увидел, что мир не может выдержать, если он будет сотворен только этим атрибутом. И упредил атрибут суда атрибутом милосердия. В другом месте Тора, который рассказывает про творение мира, сказано Вот произведение неба земли и земли, когда был создан Гошемом, Элакимом небо и земля. Представляете, четырех букв на имя, юткой и вавкой, которая не считается, до пяти букв на имя, которое отражает атрибут суда. Имя Всевышнего из четырех букв, это имя, которое отражает атрибут милосердия. Таким образом, это предложение звучит так. Вот произведение неба и земли, когда атрибутом милосердия, который упредил атрибут суда, были созданы небо и земля. Таким образом, атрибут суда был отодвинут на второе место, и на первое место Всевышний поставил атрибут милосердия. И мир был создан атрибутом милосердия. Атрибутом милосердия мы немножко поговорим с вами, когда будем говорить через урок про Емки-Пур. Сейчас оставим его в покое, но нужно здесь увидеть одну вещь. Акадыш-Бурагу Всевышний Благословену отличается от человека. Человек может что-то придумать, потом передумать, раздумать. И то, что он подумал в первую минуту, не имеет никакого отношения к тому, что он сделал. Иногда во второй минуту тоже. Думал, раздумал, бывает, любил, разлюбил и так далее. У Акадыш-Бурагу, у Всевышнего Благословену этого не может быть. Любая мысль, которая возникла у Всевышнего, она обязательно должна выйти лепоэль. Она обязательно должна пойти в действие. Не может быть, чтобы махшава, мысль Акадыш-Бурагу, ограничилась мыслью без действия. Иначе будет несовершенство у Всевышнего. Поэтому, когда мы говорим, что творец хотел сотворить мир атрибутом суда, то это означает, что существует какое-то мгновение в этом мире, которое сотворено атрибутом суда. И это то, о чём говорит... Я не могу прочесть. Празднуем то, что Бог был милосердным. С некоторым трудом я по-молдавски прочитал. Мы празднуем то, что Бог был милосердным. Окей, оставь пока этот вопрос, Андрей. Мы к нему вернёмся через некоторое время. Что мы празднуем? Мне было предложено сказать, что мы празднуем милосердие Всевышнего. То, что Всевышний был милосерден. Я не знаю точно, что имелось в виду, поэтому мы немножечко обсудим эту тему. Так вот, существует мгновение в сотворении мира, мгновение, которое означает, что в этом мире существует только атрибут суда. Всё остальное время руководится только атрибутом милосердия. Или, во всяком случае, атрибут милосердия, я неправильно сказал. Атрибут милосердия участвует в руководстве миром. Но есть мгновение. Нельзя сказать, остановись мгновение, ты прекрасна, но не так прекрасна, как кажется. Но, тем не менее, существует мгновение, которое Всевышний руководит миром только атрибутом суда. И говорит Гемора, что это мгновение, на иврите мгновение, это рега. Рейш гиммл айн. Рега – это мгновение. Мне чуть позже понадобится это слово, поэтому я его сейчас пока запишу вам. Рейш гиммл айн – мгновение. Так вот, существует одно мгновение в мире, когда мир руководится только атрибутом суда, без участия атрибута милосердия. Есть два пируша, два объяснения в Геморе, о чем идет речь. Мы с вами будем разбирать сейчас второй, но первый, есть три пируша, которые есть, я все три назову, но будем рассуждать один из них, либо именно он нам сейчас нужен. Спрашивает Гемора, что… А, Гемора говорит, что Белам – еда да от Ильон, он знал да от Всевышнего. Гемора спрашивает, что он даже свою ослицу не мог понять, что ослица хочет. Но он знал, что хочет Всевышний. Отвечает Гемора, что он умел выбрать вот это вот мгновение, когда Всевышний руководит миром только атрибутом суда. И говорит Гемора, что Белам хотел сделать в это мгновение. Он умел выбрать это мгновение, и в это мгновение он что-то хотел сделать. Есть несколько объяснений, что это за мгновение. Объяснение номер один, что каждый день существует это мгновение в первые три световых часа от восхода Солнца. Три часа световых, то есть от восхода до захода мы берем весь день, делим его на 12 равных частей. Одна двенадцатая этого дня – это час, световой час. В эти три первые три световых часа есть это мгновение. Когда это точно неизвестно, Белам умел это распознать. Есть еще один способ это распознать, но наиболее точно это мог сделать только один человек по имени Белам. Окей. Второе объяснение говорит, что это мгновение существует один раз в году в Рожа Шана. И это то, что нам нужно. Рожа Шана – это Йомг-1. И в этот Йомг-1 в день суда существует мгновение, когда Всевышний судит свой мир атрибутом суда. И это мгновение, которое умел выбрать Белам. И третье объяснение, что Белам хотел выбрать, означает, что существует такое мгновение, существует такое понятие, как зачатие ребенка. В зачатии ребенка участвуют трое. Муж, жена и Акодыш-броу. Муж, жена и Всевышний. Муж дает кожу, кости, жена дает мясо, Всевышний дает... Что? Те, кто сказал душу, те неправильно сказали. Всевышний дает мгновение, в которое все это соединяется вместе. То есть Акодыш-броу выбирает то рега, то мгновение, которое наиболее благоприятно для данной души, для того, чтобы она спустилась в мир, для того, чтобы она была зачата в этом миру. То есть то мгновение, которое наиболее удачно для него, для этого человека, чтобы он мог выполнять свою функцию службы Всевышнему в течение всей своей жизни. И в это мгновение Белам хотел сделать каким-то образом, внести свой бгам, свой изъян. Это последний пируш, говорит Гемора Нида. Первый пируш, говорит Гемора Брахот. И второй пируш, говорит Гемора Авоида Зойра. Три пируши, которые у нас есть, того, что происходило. Мы сейчас займемся в основном именно вторым пирушем, поскольку он имеет отношение к вторым объяснениям, поскольку оно имеет отношение к Роже Шоне. Эти объяснения не противоречат друг другу, это не просто махлокис, не только спор между ними, их можно совместить вместе. Но это сейчас нам не так принципиально. Так вот, Белам хотел найти то мгновение в Роже Шоне, которое Всевышний судит свой мир атрибутом суда. Сдает вопрос Тосус. Что Белам мог сделать в это мгновение? Что он мог сказать? Мгновение – это слово из трех букв. Что можно в этот момент произнести? Отвечает Тосус, что в этот момент можно произнести то же слово из трех букв, которое означает слово «кэлэм». Я пишу не мэм-софит, а обычное мэм. Сейчас у меня плохо получилось, секунду. Обычное мэм и не мэм-софит я пишу специально, сейчас объясню для чего. Кэлэм. На современном еврейте я не знаю, есть ли такое слово, глагол «кэлэм». Есть слово «клема проклятия». «кэлэм» – это проклясть. Если бы Хакодыш Барагу позволил это сделать, то, говорит Демора, от всего народа не осталось бы ничего. Но Хакодыш Барагу сделал так, что мы с вами, или он, неважно сейчас пока, смогли перевернуть это слово и прочитать его не справа налево, а слева направо. И получается слово «мэлэх» – царь. Таким образом, наша авойда в Рожа Шома, наша служба в Рожа Шома – это перевернуть слово «кэлэм» на слово «мэлэх». Сделать из Всевышнего слово «царь». Что такое «царь»? Мы уже немножко обсуждали, когда говорили про чтение «шма». Кабалатульмалхудшамай. Вот это, стоящие кабалатульмалхудшамай – это авойда, та работа, которую мы должны сделать в Рожа Шома. Эта работа будет связана с тем, что мы, объявив Всевышнего сто процентным царем, мы полностью аннулируем себя как человека, мы становимся эвит-гошем, мы становимся рабами Всевышнего, и таким образом слово «кэлэм» превращается в слово «мэлэх». Проклятие, которое я хотел дать Белам, превращается в слово «мэлэх». Всевышний ведет нас туда, куда он считает нужным нас вести. Это авойда Рожа Шома. Давайте обратим внимание на такую вещь. На две вещи здесь надо обратить внимание. Вещь номер раз. Мы говорим сейчас о том, что в этот день «хакодыш бруху» судят Амисраэль, да весь мир, судят в Амидад-гадин без примеси каких-то других атрибутов. Без примеси атрибута милосердия, атрибута добра и так далее. Есть только Амидад-гадин. Я возвращаюсь к тому вопросу, который я задал раньше. Амидад-гадин – это мера, из-за которой Всевышний не хотел, чтобы мир был создан этой мерой, потому что знал, что мир не может выстоять в этот момент. Это мера… Возьмем пример, который мы разбирали с вами. Раби Акива. Раби Акива, который читает Шмайс роль Хашема Лакейна, Ашема Хад, слушая Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний Един, в тот момент, когда его тело рвут крюками на части. И ученики спрашивают, Рэби Аткам, Рэби, сколько можно? Отвечает им Раби Акива, что всю жизнь я хотел понять, как можно служить Всевышнему Бакхольну, вшеху, всей своей душой. Сейчас я тут достоился, вы хотите, чтобы я потерял такой момент? Окей. Когда Машир Абейн увидел это и узнал о том, что будет происходить с Раби Акива во время, когда он находился на горе Синай, Димора рассказывает, что Раби Акива пришел на гору Синай, и не будем в это входить, ему был показан класс Раби Акива, и он спросил, я видел Тору Раби Акива, Всевышний, покажи мне награду Раби Акива, и увидел, как Раби Акива разрывают на части криками. Он сказал, «Зэ тарава, зэ схараа, это Тора, это за нее награда», ответил Всевышний, «Шток кахалал вирацани». «Замолчи, так мне захотелось». «Алла барацани, так мне захотелось». Обратите внимание на эту фразу «Алла барацани». Незадолго до этого я уже произнес эту фразу. Я сказал, что «Алла барацану шилиакодаш бруху», пришло желание Всевышнего, так появилось желание Всевышнего, создать мир атрибутом суда. Всевышний упредил атрибут суда, атрибутом милосердия. Но это «Алла барацани», это желание Всевышнего, оно осталось бы фоль. И оно воплотилось в действии, оно воплотилось в том, что убивают раби Акива. То есть даже такой человек, как раби Акива, не мог выдержать, когда мир судится атрибутом суда. Его разорвали на части. Раби Акива. При этом мы с вами еще через несколько дней радостно наденем праздничные одежды и будем кричать «Шина Тавау Митука!» и так далее. Сейчас вот доброго, хорошего, сладкого года и так далее. Сейчас вот в Израиле появились, в Версалиме, автобусы с рекламой разного вида украинской водки Немиров с надписью «Шина Тавау Митука!». Замечательно, мы будем пить перцовую водку и еще какую-то, я не знаю, там разные виды. И у нас будет поэтому сладкий год и вся работа к Рожешоне будет уже сделана, больше ничего просто не требуется на самом деле. Нажраться и все в порядке. Но даже когда мы не напиваемся в Рожешону, даже когда мы просто сидим и кушаем, пьем виноградный сок или стакан кофе, не имеет значения что, вопрос, чему мы радуемся, стоит на повестке дня. Не случайно евреи пришли к Нехами и Анави, к пророку Нехами и спросили, надо ли нам поститься. Мы не постимся. Нехами ответил, что не надо. Но радоваться-то в чему? В чем радость состоит? Нет. Я усиливаю этот вопрос тем, что это та секунда, которую Всевышний судит мир, когда нет ничего, кроме атрибута суда. Не на что рассчитывать. Нельзя сказать, что я сделал тшу, тшу невозможно перед атрибутом суда. Не на что вообще. О чем идет речь? И вот тут нам приходит Медраж, который делает этот вопрос еще менее понятным. Но тем не менее Медраж пришел, чтобы ответить на этот вопрос. Медраж, который говорит о том, чтобы Рожешона, мы ешвим, сидим, пьем, едим, радуемся, поем песни и радуемся, потому что мы ботухим, мы уверены, что мы ецим, закоим бодин, что мы выйдем удостоившими, победившими в этом судебном процессе, так же, как будет еще через две минуты. Давайте вернемся к первому Рожешону, который был во время творения мира. Что такое Рожешона? Мы сказали, что Рожешона, мы назвали уже два аспекта, и больше, наверное, не назовем уже. Два аспекта Рожешены. Аспект номер раз – это Малхус, Царство Всевышнего. Аспект номер два – это Суд. Оба эти аспекта проявились в первой Рожешона, которая была в истории творения мира. Рожешона, которая была в истории творения мира – это творение Адама Решона, первого человека. Адама Решон был сотворен в Йом-Шиши, в шестой день творения, и это было первое Тишри Рожешона по одному из мнений. Неважно, сейчас не будем ходить в Малхус, Рабелезер и Рабешу, это было первое Тишри Рожешона. То есть, начало творения произошло за шесть дней до Рожешоны. То есть, миру шесть дней плюс столько лет, сколько им есть в этом Рожешоне, исполнится, и так далее, плюс шесть дней. Первый день – отсчет времени, как таковой, который мы ведем, мы начинаем с Рожешоны, то есть, с шестого дня творения. Что было сделано в шестой день творения? Первое – сотворен Адам Решон. Второе – Адам Решон ест от дерева. Третье – Всевышний его судит. Таким образом, суд, первый суд, который был в истории мира, произошел в Рожешоне. И первый раз, когда Ашем проявился в Рожешоне в виде царя, это тоже произошло во время творения Адама Решона. Почему? Есть такая известная фраза, которая очень понятна. «Эйм мелах белоа» – не может быть царя без народа. Те, кто читали книжку «Маленький принц» Энтуан де Сент-Экзюпери, еще, если помнят, еще кто-то про нее. Там «Маленький принц» путешествовал по многим-многим планетам, и однажды он приехал на планету, где жил царь. И царь сказал, о, наконец-то подданный появился. Не может быть царя, если нет подданных. Не может быть царя без народа. Когда народ появился в виде Адама и Хава, те, кто могут объявить его царем, именно в этот шестой день творения в Рожешоне. И тогда Всевышний проявился как царь. Я хочу только обратить ваше внимание, я могу здесь маху дать, поэтому я сразу обращаю ваше внимание. Сотворение мира не было никакого изменения во Всевышний. Всевышний был царем, все это было и до творения мира. Когда те, кто молятся, знают, что есть молитва, которая, может быть, те, кто не молятся, знают ее в виде песни. Мы молимся до шахриса фактически. Господин мира, который царствовал до того, как было создано любое творение. Акодыш Бурагу как таковой не был изменен, он не изменился во время творения. Но наше восприятие его как царя могло быть только в тот момент, когда возник народ. Поэтому оно в Нижнем мире, проявление Всевышнего как Мелаха, как царя в Нижнем мире, могло быть возможно только во время Шестого Дня Творения Прожешона. Опять же, те, кто молятся, лучше меня поймут, особенно те, кто молятся полный шахрис, существует такое понятие «шившельем». Песня, которая, дгилем, которая каждый день считается разной дгилем. И этот каждый день, если проследить, каждый день считаются разные псалмы, воскресенье, понедельник, вторник и так далее, то каждый имеет отношение к Дням Творения, которые описаны в Торе. В шестой день мы читаем псалом, который начинается словами «Гошен Мелах», «Всевышний царь». Это проявление Малхуса Всевышнего. Второе проявление Всевышнего, которое было в Рожешоне, как проявление в виде Даяна, Судьи. Йомхадин, Рожешена это Йомхадин. Однам Рожешен делает Авейру, а Кодыш Барагу Всевышний судит его за ту Авейру, которую он сделал. Я не помню, говорил я с вами на эту тему или нет, но это надо, наверное, обсудить на каком-то этапе. По-моему, я не говорил. Есть гемора в трактате «Шаббат», которая говорит о том, что человек, который… Есть несколько гемород, которые рассказывают про то, что происходит с человеком, когда он видит какие-то разные сны. Гемора в трактате «Шаббат» говорит, что если человеку во сне приснилась буква «т», то это значит, что у него с ним произойдет что-то хорошее. У него хороший семан. Почему? Потому что с буквы «т» начинается слово «тов». Хорошо. Вильнюсский Гаон говорит, что гемора – это все прекрасно, замечательно. Но надо понять эту гемород. Потому что с буквы «т» есть много других слов, которые начинаются, совсем нехороших. Например, слово «утонут», «това» тоже начинается с буквы «т». Почему именно если приснилась буква «т», то это значит, что что-то хорошее произойдет? Может, наоборот, что человек утонет. Откуда гемора это знает? Говорит Гаон, что первый раз буква «т» в Торе встретилась, когда было написано и увидел Всевышний, что это хорошо. «Ки-то» – это первый раз, когда встретилась буква «т». И отсюда, из этой гемора, говорит Гаон, мы можем учить, что любое событие, которое в Торе встречается первый раз и описывается, оно является ключом для понимания подобных событий. Например, первый «дин», который был описан, первый суд, который был описан, это суд Адама Решона, который был разрешен. И это то, что нам может помочь понять суть разрешены. Адам Решон судится. Адам и Хава. Давайте вспомним судебный приговор. Приговор окончательный, обжаловании не подлежит. Первое. Беременность тяжелая у Хавы, роды тяжелые у Хавы. Второе. Адам и Решон в поте лица будут зарабатывать свой хлеб. Третье. Они оба изгнаны из Ганедана. И четвертое. Они оба становятся смертными. Это тот приговор, который был дан Адаму Решону. И вот приходит Медраж и говорит. Теперь нам на некоторое время не то, что надо оставить Адама Решона, но вернуться одновременно к нашему Йом-адин, к нашему Дню Суду. Говорит Медраж, мы сидим, пьем, едим, радуемся, поем песни, по струльку. Мы уверены, что мы будем закаим быдин, мы удостоимся в суде, так же, как закай быдин Адама Решон. Поскольку Адам Решон, который закай быдин удостоился в суде, он дал нам симан, что у нас тоже будет возможность удостоиться в суде. Так теперь я таки вас спрашиваю. То, что случилось с Адамом Решоном, это называется закай быдин? Изгнание из Ганедана. Смерть, беременность, роды в муках, смертность поте лица. Лихойра – это смертельный приговор через Иссури, на первый взгляд. Смертельный приговор через несчастье. Как можно сказать, что он закай быдин, и как в связи с тем, что с ним случилось, мы можем быть уверены, что мы тоже закаим быдин? На всякий случай, я об этом уже говорил, но на всякий случай я хочу вам напомнить, чтобы это было более понятно. 130 лет шуы Адама Решона, когда он отдалился от жены, не ел, не пил целый день, ел только раз в день ночью, 130 лет постоянной шуы не смогли убрать смертный приговор, люди остались смертными. И после этого мы говорим о том, что мы уверены, что мы закаим быдин, мы уверены, что мы удостоимся в суде, поэтому мы радуемся и веселимся. Может быть, у кого-то есть предположение, что он находится на уровне выше, чем Адама Решон сегодня, тогда совсем обидно. Но для остальных это должна быть кушья, это должна быть трудность. Лымайса – это была трудность, которые пришли к Нехамию, пророку к Нехамию, пришли наши братцы, которые были во время строительства 102-го храма, и спросили, как нам проводить Решону. По идее, это должен быть пост. Теперь мы, в общем, задали полностью вопрос, который я хотел задать, и попытаемся начинать отвечать на этот вопрос. Только для того, чтобы начать отвечать на этот вопрос, мне нужно еще одну вещь сказать. Основная мицва Рожешаны – это шафар. Трубление в шафар, кияж шафар. Альпидин, по закону, мы должны провести 9 трублений в шафар. Лымайса, на самом деле, мы должны провести 3 трубления. А именно, ткия, труа, ткия. Ткия – это длинный звук, труа – это короткий звук, и ткия – это длинный звук. Тире, точка, тире. Это тот звук, который мы должны выдать, и тем самым мы исполняем мингатойрами, дарайсами и цитрублением в шафар. У нас есть проблема. Мы не знаем точно, каким образом делается труа или шворим. Мы не знаем точно, поэтому мы махмирим и делаем его тремя способами. В чем спор? Спор – не спор, а шейла, боя. Спора нету. Проблема в чем? Проблема в том, что шворим происходит от слова шевер, лишь бор. Существует длинный голос, который разбит. Шейла, как он разбит? Вопрос, как он разбит? Его можно разбить двумя способами. Можно разбить на, скажем, длинный звук. Я покажу это звуком, потому что я иначе не могу это сделать. Длинный звук – это ту-у-у-у-у-у-у. В шворе может быть либо три раза короткие звуки, которые по длине соответствуют этому длинному звуку, либо девять очень коротких звуков, которые вместе соответствуют одному длинному. Учится это, спор возникает на эту тему, не спор, а вопрос возникает на эту тему из того, что такое швера, разбивание, что такое разбивание длинного голоса. Когда человек плачет, шафар это в какой-то степени выражает наш плач, когда человек плачет, он плачет, он разбивает, он подвывая плачет, каким образом правильно плакать, каким образом правильно подвывать, длинными всклипываниями или многими короткими. Я сейчас не буду в это входить, это учится из каких-то псукин в Танахе, МССРО каким образом плакал, это учится, но не будем сейчас в это входить, пока, может быть попозже войдем. И поскольку у нас есть спор, как это делать, то поэтому надо делать тремя различными способами. Либо шворим, либо труа, либо шворим труа вместе. Таким образом, у нас уже возникает определённое количество звуков, поскольку слово труа в Торе упомянуто три раза, йом труа, день труа, упомянутый относительно седьмого месяца, месяц, в котором мы находимся, месяца тише, употреблено три раза, то поэтому три умножить на три равняется девять, поэтому минимум девять звуков мы должны издать для того, чтобы выполнить миссу трубления в шефар, и при этом выполняем заповедь трубления в шефар Минга Тойра, Мидарайса, Рабонан сделать дополнительные звуки, и Минга Корезаля делать сто трублений в шефар, но это не обязательно. Обязательность, чтобы из Тора выполнить миссу трубления в шефар, это девять звуков. Всё, девять звуков. Поскольку мы не знаем точно, какие девять, у нас есть варианты, то трижды девять равняется двадцать семь, поэтому нам надо выдать двадцать семь звуков, и Медрабона, мы выполняем полностью заповедь трубления в шафар. Теперь нам надо понять, чего мы достигаем трубления в шафар. Для того, чтобы это понять, вы помните, что у нас уже один вопрос задан, сейчас мы задаем еще один вопрос. Потом мы свяжем, не знаю, сегодня или в следующий раз, но мы свяжем два ответа на эти вопросы и должны понять одну интересную, на мой взгляд, вещь, связанную с этим. Есть Гемора. Гемора в трактате Рожешена, не Гемора, Мишна. Гемора в трактате Рожешена приводит Мишну. Мишна, которая говорит о том, что из какого материала шафары кошерны, из какого материала шафары не кошерны. Говорит Мишна, что коли шафарот кшерот, любой шафар кошерен, кроме единственного шафара, который не кошерен, это шафар, который сделан из коровы, из пары. Рабьеси говорит, из пары он тоже кошерен. Таким образом, есть Махлокис. Махлокис относительно того, кошелин или не кошелин, шафар сделан из пары. Почему он кошелин и почему не кошелин? Гемора приводит ответ, что написано слово керин. Керин это означает рог, а у коровы это не рог, а рога. Что значит рога? У всех животных обычно по два рога. Что означает, что у коровы это не рог, а рога? Имеется в виду, что рог, который у коровы, он многослойный, он как бы сделанный кольцами. Поэтому это рога, а не рог, поэтому он не кошелин. Робьоси считает, что это тоже кошелин. Сейчас не будем ходить в шито Рабиосе, во мнение Рабиосе. Комментаторы объясняют интересную вещь. Почему рог, сделанный из коровы, не кошелин? Потому что из коровы произошел Эгель-Газагав Золотой Телес. Золотой Телес – это тот идол, который был сделан евреями во время исхода из Египта, во время, сразу после дарования Торы. И во время, когда была дарована Тора, когда евреи сказали свою крылатую фразу на Асэу Нишма, «Сделаем и услышим», то они поднялись до уровня соответствующего Адаму Решену и Хаву, до того, как они ели от дерева познания добра и зла. После того, как они сделали Золотого Телеса, мы сейчас не будем ходить, кто и как, и что делал, это отдельная интересная тема, но не сегодня. После того, как был сделан Золотой Телес, а, по-моему, мы это обсуждали, мне кажется, когда говорили про 17-е Томуза, да, я говорил на эту тему. После того, как был сделан Золотой Телес, после этого евреи вновь упали, опустились на тот уровень, на котором они находились, после того, как ели от дерева познания добра и зла, они стали смертными и так далее. И вот в этот момент, когда был сделан Золотой Телес, мы потеряли очень много. Когда мы говорим о Рожешоне, о дне, когда Трубильев Шафар меняет всю нашу жизнь, когда мы говорим о Йом-Гадин, о дне суда, говорит Мишна, Рабонан, что нам нельзя напоминать про Хэт Эгеля Газагав, про грех, про Аверу, про преступление, которое было сделано с Эгеля Газагав. Поэтому Шафар не должен быть сделан из коровы. В другом месте есть обсуждение. Можно ли Шафар покрыть с внешней стороны всякими украшениями, сделанными из серебра или нет? Можно. Это можно сделать, никакой проблемы. Главное, чтобы звук не менялся, чтобы звук был Шафара, а не серебряной трубой. Можно ли покрыть Шафар золотыми украшениями? Нет. Потому что Шафар, украшенный золотом, напоминает об Эгеля Газагав, и напоминать об Эгеля Газагав нельзя. Это пируш, который вызывает массу вопросов. Один из вопросов, который здесь возникает, это вопрос о том, что те из вас, кто представляет себе хотя бы чуть-чуть, как существовала служба в Бэд Мигдаше, в храме, знают, что 99% всех келей Мигдаш, всех инструментов, храмовые утвари и так далее, были сделаны из золота. Вилки, которыми брали, переворачивали жертвы, золотой жертвенник, золотой стол, золотая минора, килим, в которые принималась кровь, все это были золотые сосуды. И ими производилась работа в храме. И здесь мы совершенно не волнуемся по поводу того, что мы будем напоминать про Эгеля Газагав. А в Шафаре тут мы почему-то начали волноваться. Майнов-Каминов, в чем разница? Чем отличается Шафар от всего остального? Сейчас мы начинаем подходить к ответу на оба вопроса, которые я задал. И я постараюсь сейчас ответить на оба вопроса. Вопрос первый, это вопрос, который связан с тем, чему мы радуемся вражесом, и как мы можем сказать, что Адам Решон вышел за Кайбудин, и по поводу чего мы уверены, что мы будем за Кайбудин? Что за суд, который происходит в Рожешоне? Возвращаемся к первому вопросу. О чем Всевышний судит нас в Рожешоне? Что это за суд? Прежде всего, существует махлоки, спор, между Рамбаном и Тосвас, по поводу того, о чем именно судит Всевышний в Рожешоне. По мнению, не буду вас запутывать, существует спор по двух мнений, судится о духовной нашей жизни или о материальной нашей жизни. Всевышний судит нас по поводу того, какая у нас будет парноса, как будем мы живы, здоровы и так далее, или Всевышний нас судит по поводу нашего духовного уровня в Рожешоне. Лихойра, на первый взгляд, можно сказать, что особого махлоки Сенепси Всевышний может судить и о том, и о другом. Тем не менее, решением спорят на эту тему и приводят разные доказательства каждому из мнений. Но на первый взгляд, действительно, можно сказать, что и тот, и другой суд соответствуют. Они могут иметь место в Рожешоне. Не будем входить в детали, как это может совместиться или не совместиться. Войдем сейчас в другую накуду. В Рожешоне – это тот день, когда решается, что меня ждет в течение будущего года. На какой Мадреге, на какой ступени, барухниус или багажминус, не имеет значения сейчас, я окажусь в будущем году для службы Всевышнего. То, что КВ, то, что определяет эту ступень, это мое поведение, моя жизнь в течение прошлого года, и особенно в месяц Илул, и особенно в неделю перед Рожешоной, когда мы читаем Слихот. Это то, что определяет то, на какую ступень я поднимусь или опущусь для службы Всевышнего в будущем году. Это то, о чем судит меня Гошем. Понятно, что для моей службы Гошему, Творцу, для моего изучения Торы и так далее, мне нужно одинаково и духовное понимание, и духовный уровень, и материальный уровень. Проблема, что мы не можем служить Всевышнему, мы не можем выполнять Митцвот, если нам нечего кушать. Поэтому нет муки, нету Торы. Поэтому суд, который идет, есть мнение, что он идет о материальном, есть мнение о духовном, но ламайса и то и другое нам необходимо, на самом деле, для того, чтобы правильно служить Яко-Даш-Бурагу Всевышнему, для того, чтобы мы могли исполнять Митцвот. Определяется этим то, с чем я подошел к этому Рожешону, на какую ступень я поднялся или упал, подходя к Рожешоне. Всем предыдущим годом и особенно последними днями предыдущего года. Адам Решон, первый человек. Он создан в Ганедоне. Он создан совершенно иным уровнем свободы выбора, чем у нас. И он создан совершенно для другой службы. Он с Хавой, как мы с вами обсуждали, бокована гмура, имея в виду сделать то, что они делают, едят от дерева познания добра и зла для того, чтобы опуститься на новый уровень, для того, чтобы их роль в работе над миром увеличилась, для того, чтобы они могли лучше служить Творцу. Они приготовили это для себя и это сделали. Но это была их ошибка, это была Авера. Преступление сделано имя Всевышнего, но преступление. Это сделано. Акодыш Барагу предстоит судить их для того, чтобы решить, какие условия для них наиболее благоприятны для того, чтобы служить Творцу в новых условиях, которые они создали. Акодыш Барагу должен решить, куда он их должен и как он их должен посадить, поставить, я не знаю что, где он должен их установить, для того, чтобы они в новой ситуации могли выполнить ту функцию, которую они для себя сами выбрали. Ганеда не подходит, потому что Яцаргора вошла внутрь них. Бессмертия не подходит, потому что мы точно не знаем почему, но Акодыш Барагу решает, что если они будут жить вечно, то это очень плохо, поэтому он их не допускает до дерева жизни. Тем не менее, Всевышний поставил Адама, поместил его в те условия, которые в новых, в новой жизни, в новых условиях, наиболее благоприятны и наиболее рентабельны и продуктивны для Адама, для того, чтобы он мог лабот ла-шем. Он Яцар закайбы дин, говорит Медраш, он удостоился, он победил в суде. Что значит победил? Он получил самые лучшие условия, которые могут быть для той ситуации, в которой он теперь находится. Когда мы с вами садимся за стол у Рожешана, начинаем кушать симоним и так далее, и так далее, когда мы начинаем молиться Акшиму, если кто-то из вас обратит внимание на те тфилот молитвы, которые есть у Рожешана, то он может увидеть, что в молитве Шманаэсера нет ни одной просьбы, которую мы просим Всевышнего. Рожешана, Йомадин, день, в который решается, что с нами произойдет. У нас будет парноса или не будет парноса. У нас будет жизнь или будет смерть. Мы не молимся о здоровье, нету брахи Рафаэну. В этот день, когда решается, человек будет здоров или болен в течение года, он выживет или умрет в течение всей жизни, мы не говорим об этом вообще в молитве. Как будто бы такого понятия не существует. Бешлома я могу понять в шаббат, почему мы об этом не говорим. Но Рожешана, Йомадин, нас сейчас судят именно об этом. Ни одного звука на эту тему мы не издаем. Есть всякие добавки, которые установили в молитве Шманаэсра к Гаоним. Кто фланулы хаим, мэлэ хафет с бэхаим, напиши на эту книгу жизни, царь желающий жизни и так далее. Это не установка аншейк Неса дагдала, это не мужи великого собрания, это Гаоним, которые видели, что слабость поколения уже в их время такое, что люди хотят молиться о себе, поэтому они сделали какие-то добавки, и то очень относительные. Напиши на эту книгу жизни, потому что ты царь, который хочет жизни, не для себя мы просим, для того, что ты царь, хочешь жизни, поэтому мы это устанавливаем. Но в принципе ни одной просьбы. Почему? Вроде бы это день, когда самый подходящий для просьб. А нет, это не так. Просьба в Рожешоне не имеет значения и не имеет смысла. Смысла не имеют, потому что есть только Медад-1, с Медад-1 лучше даже не просить, бессмысленно. Значения не имеет, потому что Лемайса, всё, что нас должно интересовать в Рожешону, это что мы были помещены в те условия на целый год, которые будут наиболее благоприятны для нас, для того, чтобы мы могли служить Всевышнему. Есть люди, для которых самое лучшее, что он может сделать в течение этого года, это умереть. Такое возможно. Потому что Всевышний кого-то записывает в книге жизни, кого-то наоборот. То есть для него лучшие условия в Адад-Ашем, чтобы его не существовало вообще. Есть люди, для которых наиболее хорошее условие X, неважно какие. Но это те условия, в которые мы уверены, что Всевышний нас поместит. Таким образом, этот Медад-1 начинает быть понятен немножко по-другому. Адам Аришон за Каба-Дину достоился в суде, потому что он был помещен в те условия, которые идеальны для него, для Адама Аришона, после того, что произошло. Мы уверены в этот Йом-1, что Акодыш-Бу-Рогу повесит нас в те условия, которые для нас будут оптимальны для службы Гошема. Оптимальны для службы Гошема, это не означает самые приятные для нас. Отнюдь нет. В этом мы не уверены. В этом мы не убеждены. Мы просим всякие симонимиди, мы просим Гошема, что может быть так случится, что оптимальны, они окажутся заодно и приятными. Это в принципе не так плохо. Мы не возражаем. Но это не то, что нас интересует. А нахнубатухим мы уверены, что мы окажем в тех условиях, которые для нас будут самые оптимальные. Оптимальность этих условий – это то, что мы с вами сами создали в течение предыдущего года, и у нас осталось ещё некоторое количество дней для того, чтобы изменить эти условия, чтобы они были не только оптимальны, но ещё немножко приятны для нас. Шанатавауматука и так далее, и так далее. Это те пожелания, которые мы друг другу желаем и себе в том числе. То есть мы не отрицаем, что мы бы хотели, чтобы нам было заодно и хорошо. Но Икор, суть – это то, что мы уверены в том, что Всевышний издаст эти условия оптимальными для нас. Тогда можно понять, почему мы ботухим, в чём мы уверены. Потому что это нам обещано. Что это для нас будет сладко, это нам никто не обещал. То, что это будет оптимально, обещали. Это ответ на первый вопрос, который я дал. Каким образом мы делаем, каким образом мы провозглашаем то, что мы готовы к этому суду? Аль-Едей-Шафар. Посредством трубления в Шафар. Что такое трубление в Шафар? Есть, как я сказал, есть три звука, которые являются звуками тире, точка, тире. Два длинных звука и точка посередине. Эта точка – это шевер. Поскольку я точно не знаю, как трубить этот шевер, то он делается разными способами. Но суть – то, что мы разрубаем эту длинную линию, шаврим ее, разбиваем ее. Шевер – это означает лишь бор, разбить. Мы разбиваем эту линию, мы разбиваем вот это вот наше постоянное существование тем, что мы говорим вот в эту вот точку, в эту точку. Мы говорим Всевышнему, суди нас. Мы принимаем на себя твой псагдин. Во время, когда мы трубим в Шафар, мы объявляем Гакодыш Баругу, что мы готовы к принятию того псагдина, который ты хочешь нам дать сейчас. Это одна из каванод, одна из сути того, что такое Шафар. И когда мы трубим в этот Шафар, Медраж говорит о том, что это Мевальбель путает все Таанод Сотана, все Таанод против нас. Почему это путает Таанод Сотана против нас? Он вроде довольно умный ангел, умеет хорошо работать, справляется со своей работой. Только так справляется. Так почему мы можем Мевальбель Таанод Сотана посредством трубления в Шафар? Потому что, когда мы трубим в Шафар, то мы просим Даяна, Акодыш Баругу судить нас. Когда сам Баальдин, сам подсудимый просит суда, то это то, что нету Сотана смысла обвинять. Все. И это то, что мы делаем в Рожешону трубя в Шафар. Трубимы в тот самый Рега, эта точка соответствует тому самому мгновению, тому самому мгновению, о котором я говорил, мгновению, которое умел выбрать Белан, когда Акодыш Баругу судит только атрибутом суда. В это мгновение мы говорим Туп! И вот этот Туп это то, что переворачивает слово Кеном на слово Мелах. Слово Кеном, которое означает проклятие, переворачивает на слово Мелах, которое означает царь. Мы объявляем «Ты Всевышний Царь». Вот в этот момент, когда мы делаем эту точку отрубления, мы переворачиваем слово «кэлэн» – проклятие, на слово «мэлэк», считаем его наоборот. В этот момент переворачивается весь процесс. Это тот момент, который мог выбрать только Белан, то мгновение, которое существует только атрибут суда. Теперь вопрос, как Шафар может всё это сделать. Ответ на этот вопрос, на самом деле, единственный и правильный ответ – это «кзэрэзгамэлах» – установление царя. Акодыш-бурагу установил, что это делается именно в Шафаре. Но есть немножечко пояснение к этому моменту, которое чуть-чуть приоткрывает нам какие-то «таамы и митсвот». Мы уже говорили с вами, что «таамы и митсвот» в смысле заповеди происходит «таам», происходит от слова «вкус», «вкус заповеди». Мы никогда не можем постигнуть саму заповедь, но вкусы иногда нам дают попробовать, подсластить пилюлю, что называется. Так вот, те из вас, кто молились когда-то или просто даже не молились, я вам сам скажу. Есть такая тфилазака, которой мы молимся перед самым Йомкипором. Есть мнение, что это одна из очень важных молитв Йомкипора. Тфилазака. В этой молитве мы говорим Всевышнему, что наша молитва, она вместо жертвоприношений, которые были в храме. Жертвоприношения, которые были в храме, вели кавиним, которые одеты в бигдей кавуна, в одежды кавиним. Бигдей кавуна, которые испачканы, одежды кавуны, которые перепачканы, они псулим, в них нельзя служить в храме. Они не годятся для храмовой службы. Вместо этих бигдей кавуна, Акодыш Брюхус сотворил нам вот этот вот регион. Ухо, горло, нос. Вот этот вот регион, которым мы разговариваем. Кох дибур, умение говорить. Фила, она идет через дибур. Молитва, она идет через разговоры. Губы, язык, пэ, уста. Говорим мы о том, что наши уста, они соответствуют бигдей кавуна, одежды кавиним. Одежды кавиним, которые перепачканы, они не годятся для овоида. Наши уста, можно ли придумать что-то грязное больше, чем наши уста, даже если мы почистили зубы? Может ли быть что-то более грязное, чем наши уста? С той лошин горы, с тем сквернословием, с теми дурными словами, которые мы говорили, с той битуль тойра, которую мы сделали, дворем бетельным, пустые разговоры и так далее. Уста, которая создана для того, чтобы служить Всевышнему, мы и так далее. Что мы можем сделать? Дебур – это то, что отличает человека от всех остальных созданий. И этот дебур – это те митсвы дебура, разговора, которые мы должны направить на службу Всевышнего. Это те митсвы, про которые мы с вами молимся и говорим. Это на самом деле не молитва, это кусочек из Мишны в трактате П, который говорит о том, что есть такие-то, такие-то митсвы, очень важные. В эталму тойра кенегит кулам. Изучение торы, которая равна всем заповедям вместе взятым. Изучение торы через дебур, через разговор, когда мы говорим слова торы. Кенегит зе, лоумадзе, наоборот, напротив этого. Есть битуль тойра, которая кенегит кулам. Когда мы не говорим слова торы, которая тоже кенегит всех оверот. То есть те овероты, которые мы можем сделать устами, это овероты, которые стоят больше, чем все остальные овероты. И митсвы стоят больше, чем все митсвы. Агро когда-то сделал подсчет, что за сколько митсв человек может сделать за одну минуту? 5, 10, 20? Одну минуту, когда он непрерывно говорит слова торы, каждое из слов это отдельная митсвы. Он может сделать 200, 300, 500 митсвы. В сотни раз больше митсвы мы можем сделать дибуром, чем действуем. А Гро так и так этим и занимался, он делал тюмецвод, когда он учил Торы постоянно. Наши уста фактически, кох-дебур, который нам дан, мы измазали. Но есть одна вещь, которая у нас осталась. Когда Акодыш Бурагу создал человека, то сказано, что вдохнул Всевышний Человек в человека Нефиш Хая, души живую. Представьте себе стеклодува. Я не говорю, что стеклодува, это Акодыш Бурагу, но представьте себе стеклодува в качестве примера. Он набирает воздух свой легкий, потом берет трубку, дует через эту трубку в сосуд, и в сосуд дыхает воздух. Тот же воздух, который был в легких у стеклодува, он же находится в трубке, и он же находится в сосуде. Душа, которая вдохнута в нас, не знаю как, которая Акодыш Бурагу в нас вдохнул, это та же душа, которая была внутри Всевышнего, вышла через трубку и попала прямо в человека. В этой душе Зохар про нее пишет, что это Хелек Элока Мима Аль Мамош. Часть Всевышнего сверху прямо, четко, без изменений. Таким образом, в каждом человеке есть часть, которая соответствует только Всевышнему. В эту часть, какие бы гадости мы ни говорили, и какие бы обороты мы ни сделали, мы не можем внести никакого изъяна. Это выше, чем наши возможности. К счастью, этого мы не можем еще сделать, уже хорошо. Так вот, этот вдох и выдох, который мы делаем, это соответствует то, что в нас вдохнул Всевышний, это в нас осталось без бгам и без изъяна. Когда человек берет к своим устам шафар и выдувает через шафар, он не говорит. Говорить мы уже не можем. Бомидад Гадин, никакой разговор не может нам помочь, никакая тфила, ничего. То, что нам может помочь, это вот эта вот капелька души Всевышнего, которая находится внутри нас, и которую мы выдуваем в шафар и говорим, то, вот это вот рега, когда мы говорим, а кодыш бруху, эйн лану шум схует, у нас нету никаких схует, ничего. Все, что у нас есть, есть вот эта вот душа, которую ты у нас воткнул, вдохнул. И вот ею мы можем высполнить митцу без любого изъяна. И это то, что а кодыш бруху в своем милосердии дал нам для того, чтобы мы могли перевернуть меру суда на меру милосердия посредством отрубления в шафар, посредством вот этого вот шевера. Это тот звук, в который невозможно внести никакого изъяна. Это шафар. В этот момент мы принимаем на себя то, что а кодыш бруху мэлэх, царь, и то, что а кодыш бруху мамлих, себя над этим миром, делает себя царем над этим миром, и ведет этот мир туда, куда он считает нужным, так, как он считает нужным, и ставит нас в те условия, которые для нас наиболее благоприятны для службы Всевышнего. Мы радуемся этому, и это то, что мы принимаем на себя во время отрубления в шафар. И об этом мы молимся. Ашри Гаам Йодея Тро. Благодаря Всевышний, который знает тайну отрубления в шафарах. Мы продолжим во время следующего занятия еще несколько слов на эту тему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok